обзор как заменить масло планетарки в toyota corolla аксио или филдер и так что нам понадобится нам понадобится собственно говоря масло вот я взял оригинальная вот он артикул 08 8 8 6 0 2 305 то есть вот это там допустим в exist или любую другую фирму по запчастям бивайте тартикул будет это масло трансмиссионное это родной toyota ну как вариант можно не оригинальное далее нам понадобится ключик на 10 ключик на 10 пробка обычно открывается все-таки нужен какой-то рычаг то есть вот допустим такой свечной ключ и нам понадобится либо вот такой пистолет чтобы заливать в заливную пробку либо вот такой более по колхозному это вот воронку к воронке приделывайте шланг и от шланг в заливную горловину понадобится примерно 3 и 8 десятых литра мы поскольку меняем в дачных условиях то есть вот машина хотя бы одна три таких дощечки должна заехать чтобы была возможность под машину подлезть и так поехали где находится заливная пробка заливная пробка находится и смотреть на машину то это слева вот тут у этого шуруса то есть вот он вставляем но я уже открутил щелчком открутилась вот в принципе у тойота всегда уж такие болты соответственно закиснуть не могут и вот так вот откручиваем легко все откручивается и это заливная горловина вот достаем пробочку вот сразу лучше заказать вот такие шайбочки сейчас я их тоже покажу артикул вот и пальцем у меня пальцы не влезают но даже так сейчас какой-нибудь ну масло там есть но сейчас проверим шайбочки вот они вот тут артикулы все написано вот алюминиевые шайбочки лучше всегда заказать они там стоит буквально 80 рублей вот а пробка слива она находится как бы с другой стороны планетарки то есть это у переднего левого колеса то есть до колеса тут буквально сантиметров сколько 30 опа вот ну тут тоже с небольшим щелчком она открывается и дальше это все легко пошло вот и все вот вся замена в планетарке сливаете эту это сливная пробка закрываете заливаете в ту до резьбы и все и у вас в планетарке примерно 38 литра и у вас в планетарке будет свежее масло вот новое масло красного такого цвета старое тоже сейчас которые будем сливать тоже красного цвета ну вот в лоток отвинчиваем эту пробку и о как мы промахнулись и масло сливаем но масло конечно черное пробег есть пробег и дедовским способом через воронку с трубкой масло прекрасно заливается